Неделя спорта Данный вид спорта уже по традиции открывает Спартакеаду. На старт вышли представители 12 подразделений, где начиная с группового этапа определились главные фавориты всей Спартакеады. Имя, как и в прошлом году, стали Общая университетская кафедра физического воспитания и спорта и набережный Челнинский институт Казанского федерального университета. Первую победу на Спартакеаде без особых проблем забрали себе как раз спортсмены из Общей университетской кафедры физического воспитания, выбив из турнира такие команды, как Институт филологии и межкультурной коммуникации, далее Институт вычислительной математики и информационных технологий и в финале дирекцию социально-спортивных проектов Казанского федерального университета. Соперники сильные, разные, конечно, есть, как кандидаты мастера спорта, так и просто преподаватели, которые пришли поддержать свою команду. В целом, разный состав. Мне повезло меньше, я была с кандидатом мастера спорта. Сложно было, конечно, играть, но мы не сдавались. На следующий день все переместились в корпус Институт управления экономики и финансов, где выявляли сильнейшего в таком виде спорта, как бадминтон. Победители прошлого вида сборной общей университетской кафедры, дойдя до полуфинала, ступилась и пропустила своих оппонентов вперед из набережных Челнов. Таким раскладом успешно воспользовалась сборная Института вычислительной математики, которая в полуфинале обыграла своих коллег, а именно сборную Института математики и механики имени Лобачевского. В финале же гости из набережных Челнов в интересной борьбе смогли дожать своих соперников и забрать себе первое место. Сегодня у нас упорная борьба, наши соперники известны, мы в равной борьбе пытаемся завевать победу. Традиционно кафедра физкультуры очень сильный наш соперник, не знаю как в этом году мы сыграем, но надеюсь на победу. 28 января стартовал третий вид спартакиады, в котором приняли участие уже 15 команд, это бильярд. К основному списку добавились фавориты в студенческом спорте, сборная Института физики, которая пока что не очень хорошо стартовала, заняв предпоследнее место в данной дисциплине. А вот в число фаворитов борвался юридический факультет, который в финале противостояли сборной из набережных Челнов. Вторая победа подряд для гостей уже была слишком близко, но Юрфак смог переиграть своего оппонента. Настроение всегда хорошее, хороший турнир. Уже не первый год здесь участвуем, ждем его. Большое спасибо организаторам. Очень нравится, надеемся, что дальше мы будем продолжать здесь участвовать, играть. С набережных Челнами уже второй год, мы им проигрываем один шар, грубо говоря. И в прошлом уже так получилось, и в этом. Ну и, к сожалению, так получилось, тоже проиграли. В следующей игре тоже всего один шар. Наверное, расстроились после Челнов. Ну, довольны собой, проиграли в борьбе. То есть не просто так сухую, а реально. Ну, чуть-чуть не повезло, но везет сильнейшим, значит, мы были чуть-чуть слабее, чем те, кому мы проиграли. Таким образом, турнирная таблица на сегодняшний день выглядит именно так. Давайте на нее взглянем. На первом месте набережный Челнинский институт. Вторыми идут спортсмены из общей университетской кафедры физического воспитания и спорта и замыкают тройку лидеров в юридический факультет. Остальные результаты первой восьмерки вы можете видеть на своих экранах. Ну, а сейчас на студии появляется главный судья спорта Киады здоровья. Это Вадим Данилов. Вадим, вечер добрый. Очень рады, что к нам пришли. Первый вопрос. Общее впечатление о спорта Киаде? Впечатления на самом деле положительные, потому что меня удивило, что возрастные участники настолько сильно выкладываются, так стараются. эмоции реально неподдельные. И на площадке, ну, неважно, где это, бомбинтон, футбол, люди отдаются на 100%. Хотя, в принципе, это даже, ну, непрофессиональные спортсмены, но они выкладываются ничуть не хуже. Так как это первый опыт, получается, ваш в роли главного судей данного мероприятия, какие впечатления от этой работы? Ну, на самом деле, когда я только узнал, что я буду главным судьей, думал, что не исправлюсь, потому что есть же более опытные люди, кто с этим уже сталкивался. Но, в принципе, процесс уже достаточно поставленный. И ребята, кто это, ну, кто на местах, главные судьи, у них уже, они уже не первый год работают, поэтому, в принципе, проблем нет. Мы уже просмотрели, получается, три вида спорта. Начнем с настольного тенниса. Как там развивалась борьба и есть ли отличия от прошлых лет? Ну, все равно примерно одни и те же сильные команды, вот, но каждый раз примерно немного, немного отличается расклад. Вот, меняется сетка немного, поэтому отличия есть. А вот вопрос такой. Я, насколько помню, в прошлом году, сами участвовали тоже в спорта-киаде, когда еще был баскетбол, А как сейчас наблюдать за своими товарищами, можно сказать, по команде, от, в общем, университетской кафедры физоиспитания и спорта? Не хочется ли там подсудить? Ну, так уж, шутейка такая. Ну, на самом деле, подсказать-то иногда хочется, но это не совсем правильно, поэтому стараюсь держать свои подсказки при себе. Ну, или самому выйти? Самому выйти, ну, есть ребята, кто, например, в бильярд играет лучше, кто в теннис играет лучше, и поэтому не думаю, что я выступил бы лучше, чем они. Вопрос такой, которому задается не только в рамках спорта-киада-преподавателя, а еще и в рамках общеуниверситетского, получается, Казанского федерального университета. Набережная Челненский институт КФУ, одна из самых сильных сборных нашего университета. Как так получается, если им еще на дорогу надо приложить? На самом деле, они огромные молодцы, они приезжают с дороги, сразу начинают выступать. Ну, просто браво! Как бы у них самые, наверное, тяжелые условия, но при этом они всегда показывают достойный результат. Ну, и по турнирной таблице мы сейчас видим то, что Набережная Челненский институт КФУ недалеко отстала, точнее, убежала от общеуниверситетской кафедры физическое состояние и спорта. Как будет развиваться борьба дальше? Ну, я думаю, что как раз между Челнами и кафедрой общеуниверситетской и будет основная борьба проходить. И в дальнейшем тоже. Но мы постараемся. Все-таки я хоть и главный судья, но болею за своих ребят. Хорошо, у нас остается совсем, ну, примерно половина еще спорта-киады. Вот сейчас у нас идет мини-футбол, остаются шахматы, плавание, волейбол и лыжные гонки. Так как болеем за свою команду, где точно кафедра физическое воспитание возьмет первое место? Ответ во всем не принимается, это и так понятно. Да, я думаю, волейбол. Точно первое место. А лыжные гонки? Ну, я надеюсь, что тоже. Но такой ответ не принимается. Помимо этих двух сборных, которые каждый год у нас занимают призовые места, какие институты можно еще отметить? Ой, юридически бесспорно. Они прям каждый раз настраиваются на каждый вид, приходят команды, поддерживают друг друга. Отличная организация, молодцы. Помимо институтов, всегда очень хорошо выступал IT-лицей КФУ. В этом году он, к сожалению, пока что на девятом месте стоит. Что случилось с этой командой? Ну, я думаю, они все равно покажут себя. Думаю, что мини-футбол, они поборются за первые места, и они все-таки поднимутся повыше в турнирной таблице. Хорошо. И последний вопрос. В целом, какой исход спартакиады у нас будет? Общая университетская кафедра? А по впечатлениям? Что получат преподаватели от участия в этом мероприятии? Ну, в целом, я считаю, что каждый участник, он получает уйму эмоций. Неважно, положительные они, либо отрицательные. Но участвуя в этих соревнованиях, ты все равно окунаешься в весь этот процесс. Ты видишь тех людей, которых ты давно не видел. Ты каждый раз пытаешься победить. Я думаю, нет ни одного участника, который приходит, ну, просто ради галочки. В каждом живет дух борьбы, и я думаю, ни один из них не пожалел, что пришел и принял участие. Ну, то есть, спартакиада профессорского приватного состава, как она ранее называлась, спартакиада здоровья, это достаточно хорошее такое решение, вот как раз в студенческие каникулы. Конечно, конечно, это бесспорно. Есть много институтов, где работают люди, которые не очень часто занимаются физическими нагрузками, и они реально ждут, ждут этих соревнований и стараются поддерживать себя в форме, ну, только ради них. Хорошо, ну что ж, большое спасибо, друзья. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был Вадим Данилов, главный судья спартакиада здоровья. Большое спасибо, что пришли. Удачи в спартакиаде, удачи всем вашим товарищам по команде. Также удачи в дальнейшем с нашими сборными Казанского федерального университета по баскетболу, насколько я знаю, вы являетесь их тренером, да? Да, и второй тренинг. Вот, так что огромной удачи, ждем побед, и ждем окончания этой спартакиады. На следующей неделе, друзья, мы продолжим о ней говорить. Там будет мини-футбол, шахматы, плавание и другие виды спорта. В общем, будет очень интересно. Оставайтесь с нами. На этом все. Мы смотрели программу «Неделя спорта». Меня зовут Ром Плинсков. Еще увидимся. Пока-пока.